Готовим вкусное, полезное блюдо со свеклой. Нам понадобится 2 средние свеклы. Будем запекать их в духовке. Я уже рассказывала, почему я так люблю именно запекать овощи. Запекание это техника, благодаря которой можно раскрыть весь вкус овощей. Я обычно запекаю в фольге. Так быстрее и намного удобнее. Но можно запекать и просто на противне. Запекать будем до мягкости овощей. Готовую свеклу вынимаем из фольги, очищаем от кожицы и нарезаем на кубики. Кстати, при запекании не только карамелизируется содержащийся в овощах сахар, но и выпаривается вода. Большинство овощей на 90% состоят из воды. Поэтому в результате выпаривания вкус овоща становится более насыщенным. Поэтому и запекание это отличный механизм для создания вкуса. Итак, нарезанную свеклу высыпаем в салатник. Теперь займемся орехами. Очень советую использовать именно грецкие. Их вкус в этом салате сочетается просто идеально. Хорошо измельчаем их ножом. По желанию можно предварительно поджарить орешки в духовке или на сковороде. Высыпаем измельченные орехи в салатник к свекле. Теперь еще один полезный ингредиент. Чернослив. Его нужно обязательно хорошо помыть, затем залить кипятком. Хорошо перемешивайте и оставляйте на минут 10-15. Это поможет хорошо промыть чернослив и сделать его более мягким. Чернослив тоже нужно нарезать на небольшие кусочки. Я совсем недавно узнала, что чернослив весьма благоприятно влияет на состояние нервной системы. И способствует хорошему расположению духа. Плюс к этому богатый состав этих плодов отлично борется с депрессией и хандрой. Тревожностью, раздражительностью и грустью. Тем самым помогая избежать нервных срывов и даже бессонницы. Так что обязательно включайте чернослив в свое меню в эти непростые времена. Высыпаем нарезанный чернослив в салатник. И хорошо перемешиваем все ингредиенты. Посмотрите, какой полезный и вкусный салат у нас получился. Осталось только заправить. Я добавляю немного растительного масла и жидкого меда. Все хорошо перемешиваем и можно подавать. По вкусу еще можно добавить размолотые семена кориандра. Тоже будет очень вкусно. Простой, быстрый, вкусный и такой полезный салат готов. А теперь еще один вкусный рецепт. Необычного салата со свеклой. Свеклу моем, очищаем и нарезаем сначала на кружочки, а потом на вот такие красивые небольшие кубики. Мне нравится нарезать именно так, но вы можете сделать так, как больше нравится вам. Вот такие вот кубики у меня в итоге получились. На разогретую сковородку выливаем растительное масло, пару столовых ложек. Выкладываем нашу измельченную свеклу и хорошо разравниваем по всей поверхности. Делаем большой огонь и обжариваем пару минут со всех сторон до ароматной корочки. Это будет очень вкусно. Свекла должна быть в один слой, тогда образуется корочка, как во фритюре. После этого делаем маленький огонь и готовим еще пару минут, не накрывая крышкой, до готовности. А пока подготовим другие ингредиенты. Сначала зелень. У меня будет молодой зеленый лучок. Меленько нарезаем его. Небольшой пучок рукколы. Можно взять укроп, кинзу, петрушку, то что есть у вас. Теперь зеленая часть от молодого чесночка тоже нужно измельчить. Очень люблю в салат добавлять именно такой чеснок. Аромат и вкус не сравнить ни с чем. Теперь огурец. Нам нужен один чуть больше среднего. Очищаем его от кожицы и мелко нарезаем. Можно в произвольном виде, но мне больше нравится именно кубиками. Это будет и красиво, и по вкусу то, что нужно. Еще нам нужна будет брынза, желательно соленая. Нарезаем ее на кусочки. Лучше всего брать твердую, не мягкую брынзу. Наша свекла уже готова. Посмотрите, какая она получилась. А вкусно будет. Очень рекомендую попробовать. Выкладываем свеклу в емкость, где будем делать салат. Теперь высыпаем зеленый лук, нарезанную брынзу, рукколу. Ее, кстати, можно просто порвать руками. Отправляем огурчик и зеленый чеснок. Совсем немного соли, так как брынза у нас соленая. Специи для салата и столовая ложка сметаны 20% жирности. Хорошенько все перемешиваем и все готово. Перекладываем в порционные тарелки и наслаждаемся чудесным и ароматным салатом. Этот салатик легко заменит гарнир и станет отличным украшением, например, праздничного стола. Для следующего салата свеклу я уже очистила от кожицы. И теперь натираю на терке для моркови по-корейски. Удобнее всего работать со свеклой в перчатках, так как сок от свеклы очень сложно отмыть. Теперь на мелкую терку натираем пару зубчиков чеснока. Если любите чеснок, то можно добавить и больше. В емкость с натертой свеклой добавляем растительное масло, немного виноградного или яблочного уксуса. Обязательно добавляем немного сахара для баланса вкуса. Соль, молотый кориандр и красный острый перец. Все хорошо перемешиваем, чтобы все специи равномерно распределились. Накрываем тарелкой или пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа. Этого времени будет достаточно, чтобы свекла замариновалась. Спустя пару часов свеклу по-корейски можно подавать к столу. Выкладываем в посуду для подачи и по вкусу можно посыпать салат кунжутом. Аппетитное, ароматное, полезное, с пикантным, неповторимым вкусом. А теперь приготовим простой и вкусно-витаминный салат с лимонной заправкой. Основа этого салата это капуста. Конечно, лучше всего брать молодую, но и обычную тоже можно использовать. Только ее нужно немножко подготовить. Капусту шинкуем достаточно мелко. Высыпаем в глубокий салатник и добавляем немного соли. Теперь руками хорошо обминаем капусту, чтобы сделать ее более сочной и мягкой. Если у вас молодая капуста или пекинская, этот шаг можно пропустить. Оставляем капусту на пару минут, а пока займемся остальными ингредиентами. Для этого салата нам понадобится несколько штучек моркови и, конечно же, свекла. Одно небольшое будет достаточно. Морковь натираем на мелкой терке. Еще я люблю использовать терку для моркови по-корейски. Тогда салат получится более оригинальным в подаче. Но сегодня я использую обычную терку. Свеклу я тоже натираю на мелкой терке. Если вы не употребляете сырую свеклу, ее можно предварительно запечь в духовке или отварить, как вам больше нравится. Еще нам понадобится молодой зеленый лук. Нарезаем его не сильно мелко, чтобы он хорошо чувствовался в салате. Больше никакую другую зелень в этот салат я не рекомендую добавлять. Теперь приготовим заправку. Для нее нам понадобится сок половины лимона. Это примерно 2-3 столовые ложки. И пару чайных ложек жидкого меда. Все хорошо перемешиваем. И добавляем перец по вкусу. Снова все перемешиваем. Теперь заправляем заправкой натертую свеклу. Лимонный сок поможет не так интенсивно окрашивать остальные ингредиенты в салате в ярко-розовый. Теперь высыпаем все ингредиенты в салатник с капустой. Натертую морковь. Зеленый лук. И свеклу с заправкой. Все хорошо перемешиваем. Вот и все. Витаминный салат готов. Часто такой салатик называют четко. И неудивительно. Салаты свежих тертых овощей. Вариант легкого детокса. Он не только чистит желудок и кишечник от токсинов. Но и снабжает нас ударной дозой витаминов. Которая нам очень сейчас нужна. И конечно покажу вам как приготовить яркую нарядную закуску с любимым вкусом. Которая готовится за считанные минуты из самых доступных продуктов. Начнем с лука. Одну небольшую луковицу нужно нарезать мелко. И полить соком лимона, чтобы лук немного замариновался. Перекладываем лук в салатник. Теперь селедка. Нужно мелко, желательно кубиками нарезать филе сельди. И тоже отправляем все в салатник. Свеклу я уже заранее запекла. Можно ее и отварить. Как вам больше нравится. Но запеченная гораздо вкуснее. Попробуйте. Свеклу натираем на крупную терку. Высыпаем натертую свеклу в салатник. И остается еще один ингредиент, который можно добавить по желанию. Это яблоко. Очищаем и нарезаем на небольшие квадратики. И поливаем соком второй половинки лимона. Поверьте, сладость яблока и приятная кислинка лимона в этой закуске просто идеально сочетается с остальными ингредиентами. Высыпаем яблоки в салатник. И заправляем будущую закуску сметаной. Можно и майонезом, но тогда обязательно домашнего приготовления. Ссылочка, кстати, внизу под видео. Все хорошо перемешиваем и готовим для подачи. А подавать эту закуску можно по-разному. Мой любимый вариант это в песочных тарталетках. Сверху украшаю свежим зеленым луком. Просто, нарядно, а как вкусно! Улетает со стола за считанные минуты. Этой закуской еще можно фаршировать яйца. А можно просто подать как салат. Именно так готовлю это блюдо для повседневных меню. Обязательно попробуйте. И я уже с нетерпением жду ваших комментариев. Какой из этих салатиков вам понравился больше? И чтобы вы приготовили. Всем приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых рецептов! Пока-пока!